друзья добрый день я на работе немножко поработал и никто мне не мешает вот только кошка тут все просишь я ее чесал за ухом о чем я хочу поговорить очень много мне пишут прокомментировать ситуацию с газом давайте друзья не мешай мне все сиди там очень много дают вопросы потому что сегодня информационном пространстве кому не лень обсуждают тему что будет с газом что нас ждет завтра политики особенно оппозиция запугивает дадон там комментирует это и понятно ему чем хуже тем лучше и все запугивают что молдове грозит отключение от газа значит друзья я вам хочу сказать следующее никто молдову не отключит от поставки газ это первое я прошу вас разумно осмысливать ту информацию которую вам дают с экранов телевизора особенно политики давайте я вам информацию предоставлю ту которая у меня есть что происходит республики молдова почему именно сегодня с приходом новой власти это власть избрали мы с вами молдова народ молдовы решил поменять политическую составляющей нашей страны мы избрали нового президента мы избрали новый парламент мы избрали ну не мы избрали а парламент избрал новое правительство и так сторонники россии ставленники россии россия очень заинтересована в том чтобы в молдове были политики подконтрольные российской власти и они используют всевозможные средства для того чтобы использовать при тех или иных ситуациях в качестве давления на власть особенно давление на население нашей республики россия не хочет отпускать не украину не другие республики и не молдову из-под своего влияния то есть нас просто держу заложниками любыми средствами любыми абсолютно возможностями которые имеет сегодня россия россия имеет на нас очень хороший рычаг которым она использует и держит молдавский народ в рабстве рычаг этот называется газ природный газ со времен советского союза у нас осталось остался газопровод при отделении от советского союза у нас осталась этот остался этот трубопровод ну давайте теперь разберемся почему этот трубопровод был государственный и в один момент он стал частным так же как у нас электросети это вот эти провода которые нам поставляет электроэнергию были государственной собственностью сейчас они стали частной собственностью поставка воды нашему населению была государственной собственностью стала собственнику акционерное общество тепло нашему городу термоэлектрика или как мы с вами называли т.с. 1 т.с. 2 строила государство сейчас она опять же стала частной собственностью как это произошло скажите это что сделано сегодня при нынешней власти которую мы избрали сегодня причастны к этому новый президент или новый парламент это что сегодня это произошло эти важные отрасли на сегодняшний день шантажируют через политиков все население молдов сегодня то что происходит с газом и тотальная угроза со всех средств массовой информации особенно про российских средств с утра до вечера раздаются угрозы в адрес молдавского народа между строк россия нам говорит коль вы не хотите стоять перед нами на колене мы вам отключим газ это прием россии не только в молдове и других других республик то есть мы должны быть рабами исполнять любое желание российской федерации в том числе и нашей политики сегодня президент санду маленько но гордый гордый человек гордая женщина не поддается на эти угрожи и у этот шантаж я бы сделал бы то же самое вы знаете когда муж женой спят в одной спальне то жена отдается своему супругу любя его и с желанием то что сегодня хочет россия чтобы мы отдавались потому что вынуждены чтобы мы ложились в постель с россией улыбаясь но при этом нас принуждают а это уже не любовь это уже не уважение друг другу это насилие россия пользуется своим преимуществом и естественно таким образом она давит на всех в том числе и на нашу страну это первое теперь давайте разберемся чей газпром ну прежде чем сегодня обвинять наше правительство я объективно что рассуждаю потому что знаю все подробности сегодня молдова для российской федерации это помойная яма через которую криминально коррумпированные политики россии отмывают деньги любым способом вы помните знаменитый ландробат в наших источниках и российских пишут что при этой отмывке было украдено с российской федерации 20 миллиардов долларов это ложь через молдову было отмыто 80 миллиардов долларов есть официальный доклад он официальный доклад доклад в департамент сша где точная цифра есть так вот это грабили банки теперь еще одна форма грабежа это через молдова газ давайте мы разберемся с с вами как обычные люди будем разговаривать не сложными философскими выражениями давайте простой вопрос зададим почему именно сегодня россия заявила о том что у нас появился исторический долг 700 миллионов долларов друзья обратите внимание именно сегодня российские власти объявили что молдова должна рассчитаться за 700 миллионов долларов я задаю вопрос за какой период этот исторический долг вдруг появился почему именно сейчас появился почему россия при президенте додоне не поднимала вопрос о якобы существующем долге я вам задаю вопрос как обычным гражданам нашей страны представьте себе что вы не платите обычные наши граждане простой народ не платит за газ что происходит у вас немедленно отключает обрезают газопровод более того могут подать вас суд и взыскать с вас даже забрать ваше жилище это отношение к простому люди это действует так молдова газ я задаю вопрос молдова газу руководству молдова газ почему вы таким образом не действуйте в отношении тех кто не платит вообще за газ почему эти годом все те кто были у власти начинает президент и заканчивая правительством никто не ставил вопрос ребром о тех семи миллиардах слушайте внимательно цифру если у нас банки говорят один миллиард украли то в преднестровье у нас с вами украли 7 миллиардов почему украли молдова газ поставляет приднестровью круглые сутки и никто с приднестровья ничего не требует обратите внимание никто не россия не молдова газ просто тупо в яму отправляет газ но при этом руководство непризнанной республики приднестровья собирает у народа деньги приднестровье платят все за газ где эти деньги и куда они уходят может ли правительство молдовы проверить эти деньги нет потому что приднестровье это непризнанная республика которые находятся под крышей у россии и мы не можем мы это кишинев мы никак не можем войти на территорию приднестровья который получает газ через молдова газ и взыскать законным способом с должников потому что на границе стоят миротворческие силы россии опять россии и мы не имеем возможности взыскать неплательщиков за потребление газа которые живут на территории приднестровья что за винегрет составил сотворили и кто сотворил давайте себе представьте что происходит в приднестровье мы отправляем туда мы потому что единственное законное предприятие которое призвано в республике молдовы по поставке природного газа это молдова газ это предприятие зарегистрировано в рамках законодательства на территории республики молдова это юридическое лицо где 67 процентов контрольного пакета под контролем российской федерации получается что это акционерное общество называется молдова газ но де-факто де-факто им управляет российская федерация в соответствии с количеством акций вопрос можем ли мы сегодня привлечь к ответственности руководство молдова газ с ответственности сделать тотальную ревизию провести аудит за все эти годы и поставить всех там в позу все руководство можем да юридически мы сегодня имеем полное основание связи с тем что возникла такая критическая ситуация и нам начинает угрожать нашей стране президент правительство должны инициировать немедленно тотальную проверку направить туда представителей антикоррупционной прокуратуры отправить туда команду налоговых инспекторов аудиторскую службу и проверить всю эту компанию начиная от руководства и заканчивая всеми теми прокладками которые существуют у нас как Кишинев газ и так далее и тому подобное они знают прекрасно что нужно сделать почему задайте себе вопрос почему до сегодняшнего дня никто не трогает Молдову газ а потому что Молдова газ де-факто принадлежит России да она зарегистрирована в Молдове но управляют ей Российской Федерации то есть если сегодня взять руководство так называемое директора генерального директора Молдова газ за некоторые места и прижать в тиски зажать тиски конечно он представит всю информацию что Приднестровье качают газ по указанию России почему Молдова газ продолжает поставлять Приднестровью газ опять же по указанию России а долг вешают на Молдову то есть получается что предприятие Молдова газ это оружие очень эффективное оружие Российской Федерации на территории республики Молдова которая создает ситуацию при которой и молдавский народ и политики должны стать на колени и хорошо что воздух не принадлежит Российской Федерации хорошо что вода сегодня в Молдове не принадлежит Российской Федерации вот это оружие которое держит в руках Россия это создано для того чтобы нас не выпускать из этой колючего заграждения которое когда-то назывался Советский Союз я уже сказал сегодня и еще раз повторяю Молдоване уже не те на коленях они стоять не будут прошли те времена да люди были безграмотны кроме России мы ничего не знали все политики наши предыдущие все служили России де-факто были агентами России и проводили здесь политику России и помогали России отмывать криминальные деньги через ландромат через банки и сейчас Россия отмывает деньги через Молдова газ я сейчас у меня нет пока вопросов к нынешнему правительству потому что они сейчас пожинают те плоды которые оставил предыдущий президент и предыдущая власть но я хочу задать вопрос сегодня это вопрос уже геополитического характера международного характера посмотрите что происходит я просто возмущен честно скажу выражением некоторых политических граждан российской федерации вот по сути что говорит заместитель председателя комитета государственной думы по энергетике россии Игорь Ананский предложенные республики молодого газ наиболее дешевые поэтому понять причины из-за которых компании правительства страны не могли договориться о поставках ему непонятно я хочу сказать этому заместителю председателя государственной думы скажите пожалуйста а при чем тут правительство республики молдовы молдовы газ это собственность российской федерации вы тут зарегистрировали в молдове но вы поставляете газ вы забираете деньги 67 с лишним процентов это вы возвращаете себе плюс прибылью потому что прибыль молдова газ уходит в россию он не остается в молдове вы тут заплатили зарплату а кто зарплату устанавливает молдова газ а кто утверждает штатное расписание молдова газ россия молдова не имеет никакого влияния более того если кто-то вмешается из политика молдова газ россия подымет все стратегические самолеты против молдовы потому что это собственность россии тогда я задаю вопрос а какие рычаги у нас на сегодняшний давление на это российское предприятие друзья молдова газ это только название молдова газ но юридически эта компания принадлежит россии и молдова не имеет никаких рычагов влияния да молдова может инициировать сегодня проверку этого предприятия которое зарегистрировано на территории молдовы и оно обязано подчиняться всем законодательным актом который существует для экономических агентов но вы себе можете представить какой вой подымет россия если туда кто-нибудь влезет вот они сегодня потеряли своего ну губернатора я так называю бессарабии они еще они это россия они еще живут временами когда здесь была царская империя они назначили додона своим губернатором и естественно додон исполнял все указания которые приходили из москвы додон даже носом туда не совался додон назначил по согласованию с россией своих родственников один родственник кишинев газ управляет кишиневом газ другой соответственно свой человек управляет молдова газ это громко сказано управляет он просто получает указания это исполнитель обычный исполнитель и вот эти люди продолжают сегодня шантажировать они не шантажируют власть они шантажируют нас с вами они хотят сегодня таким образом при этом руководить всем россия они хотят нас молдаван напротив направить против тех кого мы избрали то есть мы должны сейчас встать на колени и выполнить то что скажет российская федерация который угрожает нам что мы останемся без газа и тем самым она пытается создать социальный взрыв в республике молдов чтобы мы повернулись против президента санду чтобы мы повернулись против своего выбора чтобы мы опять стали рабами россии вот что они хотят сейчас сделать что делать в этой ситуации очень просто я бы на месте президента санду и я владею достаточной информации что происходит не преклонялся сегодня и не гнулся перед россией если ты хочешь со мной заниматься любовью господин путин то мы должны любить друг друга уважать друг друга а не исполнять супружеский долг потому что ты сильный так не будет мы не пропадем друзья самое главное нужно сохранить сегодня честь гордость и независимость ничего страшного и более того я был вчера извините сегодня воскресенье в пятницу я был в украине нет там никакой паники украинцы давно готовы послать россию подальше и и не бояться абсолютно этих угроз что мы лишим газа на российском телевидении с утра до вечера только анти украинские передачи и тотальная пропаганда идет негативного характера против всей Украины тотальное унижение оскорбление и так далее и сегодня россия переключилась уже на молдову потому что теряет молдову молдаване уже поняли что есть сегодня счастливая жизнь есть цивилизованные страны россия не цивилизованная страна россия это тюрьма теперь все это поняли и мы не хотим быть с россией просто не хотим да торговать да пожалуйста мы готовы торговать мы готовы покупать газ но не шантажировать нас и не пугать нас а молдову газ на сегодняшний день нужно национализировать я считаю поставить вопрос теперь мы можем диктовать вы хотите отключать господа россияне хотите отключить нам газ не проблема но ваше Приднестровье ваше Приднестровье и надо честно говорить Приднестровье где юра территория молдовы а де факто это территория россии которая россия захватила ну перекрывайте газ только где вы перекроете ведь газ идет через молдову из молдовы газ получает Приднестровье отключаете не проблема почему вы нас шантажируете а мы будем вас шантажировать отключите нам газ вот я от имени я уверен что меня поддерживают потому что рабом невозможно быть уже где-то уже россия переступила красную черту мы не будем перед вами кланяться и не будем целовать вам ножки господин путин вы хочу сейчас в присутствии всех и публично вам сказать как дожди на этой страны вы отмываете деньги через молдова газ вы даете указание газ перегонять Приднестровье у Приднестровья собирают деньги куда эти деньги идут а эти деньги которые уже соизмеряются в 7 миллиардов долларов идут на содержание политических верхушки Приднестровья вы думаете мы не понимаем этот канал эту схему 7 миллиардов скажите пожалуйста как это получается что сегодня Приднестровье употребляет природный газ в два с половиной разом больше чем остальная Молдова каким образом что вы там делаете с этим газом вы что его в воздух качаете посмотрите размер Приднестровья посмотрите размер всей Молдовы да огромное количество газа сжигает металлургический завод в городе рыбницы но это ваш завод а почему молдаване с правого берега Днестрат должны платить за тот газ который Россия дает бесплатно Приднестровье а где здесь мы вообще в этой цепочке а не где мы нас просто используют нас запугивают господин Путин а лучше скажите пожалуйста у вас такая служба ФСБ вы такие крутые а как это 80 миллиардов долларов вывели с ваших банков вы хотите сказать что криминально коррумпированные политики России не причастны к этому это вы можете рассказывать где-нибудь в Сибири какой-нибудь дедушки и вы хотите сказать что теперь газ вы отправляете в Приднестровье и вы не знаете о том что Приднестровье не платит за газ а как же ваши ваши наставленники которые сегодня сидят в Молдове газы вам докладывают и выполняют я прошу прощения у меня кошка так вот господин Путин продолжим вы сегодня ваши исполнители на территории республики Молдовы как кровопийцы как вампиры клыками въелись вцепились в этот народ и вы выкачиваете все что только можно с этого народа вы говорите что вы дружите что вы заинтересованы в дружбе с молдаванами с Молдовой ничего подобного я вам перестал верить потому что я вижу как вы с этой страны веревки вьете вы просто издеваетесь над нами вы говорите о том что Приднестровье это наш внутренний вопрос уйдите с Приднестровья заберите свои войска заберите свои вооружения и мы начнем контролировать почему Приднестровье не платят за газ почему молдаване платят попробуйте здесь не оплатить вот чтобы я не оплатил или еще обычные люди не оплатили сразу же отключат газ куча проблем по судам будут таскать а Приднестровье а Приднестровье так что господин Путин я не только от себя скажу но и от всех молдаван отключаете газ и мы не хотим больше с вами иметь дело никаких дел абсолютно не хотим иметь у нас соседи Украина мы выживем у нас соседи Румыния братский народ молдаван как ваш политик сказал что нет молдаван есть румыни хорошо а мы не возражаем но мы не хотим больше с вами дружить не хотим я не говорю о русском народе я не хочу чтобы мы постоянно спотыкались о слово Россия там где Россия там зло вы можете согласиться со мной можете не согласиться я прожил 63 года я могу истории писать не из экранов телевизора а из своей жизни бурной жизни я очень много знаю знаю потому что видел своими глазами получаю документы и поэтому я сегодня публично заявляю господин Путин отключите газ Республики Молдова отключите но мы не будем перед вами пресмыкаться не будем вы нас держали за рабов вы манипулировали нами как хотели то вы эмбарго объявляли нам то вы нас запускали торговать то не запускали торговать ни одно государство на западе не ведет себя так как вы ведете себя сегодня сегодня у нас первый партнер самый самый близкий партнер и по товарообороту сегодня он находится на первом месте это наши братья румыны а вы россия сегодня поставляете газ и вы же этот газ воруете у народа россии а здесь отмываете деньги через молдову вы делаете то же самое что вы делали с банковскими деньгами восемьдесят миллиардов долларов господин путин вы ответственны за то что эти деньги это не восемьдесят тысяч не рублей это восемьдесят миллиардов восемь раз больше денег чем украли в нас банки это официальная цифра а фактически у нас украли два с половиной миллиарда так вот восемьдесят миллиардов и давайте возьмем сумму два миллиарда есть разница господин путин уважаемые госпожи россияне разберитесь у себя пожалуйста вы избиратели ваш народ я вам как гражданин молдовы молдаванин по гражданству я молдаванин хочу сказать не будем мы стоять перед вами на коленях вы из молдовы делаете помойную яму это очень мягко сказано вы просто вытираете ноги от нас как обтряпку и забирайте всех политиков таких как ваш дадон к себе и пусть он вам служит там вместе рядом с януковичем вы собираете всех тех кто должны по сути сидеть в тюрьме нашим государствам которые предали страну служи служа вашему государству дадон не служил интересам народа республики молдова нет он создал хаос и сегодня он продолжает нагнетать ситуацию сегодня он ходит по россии просит создать критическую ситуацию в молдове чтобы вызвать социальный взрыв не будет таких я вам больше скажу господа россияне господин путин даже русскоговорящие даже русские сегодня в республике молдовы повернулись к вам спиной знаете почему потому что кроме зла от вас они ничего не видят они не хотят жить в россии они живут в молдове многие из русских сегодня переехали в румынию русские студенты учатся университетах румынии я об этом знаю поэтому не думайте что и не надейтесь на то что сегодня в молдове где-то вспыхнет пророссийские такая социальная волна возмущения да ничего не будет те кто живут сегодня с молдаванами давно поняли что у нас единственный путь приобрести нормальный образ жизни и жить цивилизованных условиях это двигаться только на запад неважно в сторону румынии в сторону европейского союза я хочу господин путин вам напомнить что все ваши политические политическая элита сегодня имеют недвижимость где в европе в англии где учатся ваши дети господин путин ваши дети где учатся все в европе в цивилизации а россия вам нужна только для того чтобы грабить этот российский народ я живу не в россии но вы меня зацепили вы меня тронули больное место вы хотите чтобы украина была у вас рабами вы хотите чтобы сегодня молдова были рабами нормально торгуйте как нормальные люди если вы хотите торговать а у вас выходаynthia вам нужно продавать газ хотите вы не хотите вы будете продавать газ вы еще будете просить нас что мы купили у вас газ вы будете просить украину чтобы купили во уас газ потому что вы грабите россию только за счет того что вы выкачиваете из недр этой большой страны золото и ложите себе в карман любым способом. А такие страны, как Молдова, для вас нужны для того, чтобы эти деньги отмывать, для того, чтобы их выкачивать. Легче выкачивать в такой стране, как Молдова, а сложнее, чем в России, потому что там свидетелей много. А мы что не пойдем сегодня, не заявим на телевидении российском о том, что, уважаемые россияне, сегодня российские коррумпированные политики через Молдова газ отмывают деньги, черные деньги, сумками, кульками, это мягко сказано, вагонами. 7 миллиардов, 7 миллиардов денег должно Приднестровье, которое под контроль на России. Я как гражданин скажу, а зачем мне это Приднестровье вообще? Слава Богу, что сегодня с нами Украина. Ну, так и должно быть. Господин Путин, вот вы воюете с Украиной, в прямом смысле слова, воюете. Вы не можете жить в равноправных условиях, и если вы живете в одной спальне, при этом любовь должна быть взаимная. Нет, вы так не привыкли. Вы привыкли всем диктовать. Ты обязана, Молдова, выполнять супружеский долг. Обязана, иначе я тебя накажу. Вот как рассуждаете вы, господин Путин. Вы думаете, что вы больше красноречивее, чем я? Вы президент России, а я обычный человек. Но я глубоко не дурак, я все знаю и все вижу, что происходит кругом. Вы не умеете сегодня сотрудничать с Республикой Молдовы, как равным партнером. Да, мы маленькие. Да, мы маленькие, метр двадцать, тридцать два килограмма. Но мы просто требуем к себе уважения. А ваш Молдова-газ, он только называется Молдова-газ. А это ваше предприятие, которое вы здесь прихватили и еще обвиняете молдаван, что мы должны вам 700 миллионов долларов. С каких соображений? А вот вы, господин Путин, заберите войска свои с Приднестровья, а мы туда зайдем, как полагается, на территории Республики Молдовы со всеми службами и разберемся, где 7 миллиардов там исчезли. И почему Приднестровья не платит эти 77 миллиардов? А вы не мешайте. Не пугайте нас газом, отключением, атомной бомбой. Прошлите времена. Вы знаете, у любого человека можно запуговить до определенного времени. Но когда его зажали к стене, и у человека нет уже другого выхода, он уже не может быть рабом. Что он делает? Он разворачивается на 180 градусов и бросается на противника, понимая, что он погибнет. Вот вы сегодня, молдавский народ, довели до такого состояния. Вас ненавидят. Просто молдавский народ ненавидит за то, что вы шантажируете нас. Что нас запугиваете. За то, что вы здесь устроили территорию Роскисской Федерации. За то, что вы Приднестровье подчинили себе. О каком суверенитете вы речь идете? О каком суверенитете вы ведете речь? Когда вы одно делаете, другое говорите. Когда одна рука России одно делает, а другая делает другое. У вас нет абсолютно единой четкой политики. У вас двойные стандарты, это мягко сказано. Вы только нас запугиваете. Поэтому, господин Путин, к сожалению, хочу вам сказать не только за Молдову, но и за весь мир. Все больше и больше людей в мире вас ненавидят. Вас и Россию. Я не говорю о народе. У вас народ там бедствует, нищенствует. А вы богатеете, политическая элита России. И поэтому в обществе, в мировом обществе, в международном обществе, к вам все больше и больше проявляется негатива, чем позитива. Поэтому мы с вами не будем продемонстрировать, что вы относитесь к нам с уважением. Вот тогда мы будем и разговаривать. А этот долг, который образовался, по вашим словам, сегодня вдруг, это не наш долг. Это ваш долг. Это вы украли у нас этот газ и перевели их в деньги через Приднестровье. А у нас нет рычагов для того, чтобы войти в Приднестровье и контролировать расход, и сбор денег, и уплату денег за этот газ. Только вы там командуете. Только вы там управляете. И Приднестровская администрация выполняет только ваши указания. Только вам подчиняется. А вы их охраняете. И таким образом вы посадили на иглу весь молдавский народ. Мы вас, знаете, я не хочу говорить ненавидим, но где-то уже на такой грани сегодня настроение молдавского народа. Не думайте, что молдаване будут по жизни рабами. Нет. Вы их пугаете. Вы запугивали все это время. Сегодня молдаване не те. Я очень рад этому. А что касается... Что касается моего обращения к президенту Санды. Госпожа Санды, вы делаете все правильно. Мы должны освободиться от этого рабства. И это молдову газ нужно перевернуть вверх ногами. Не смотреть, что там будет Россия. Говорить. Это юридическая организация находится на территории Молдовы. И она обязана быть сегодня проверена. И ее нужно проверить в соответствии с нашим законодательством. Кто где дает указание арестовать верхушку, задержать всю верхушку Молдовы газ. Потому что они создали, специально создали, угрозу безопасности нашей страны. У вас есть все основания для того, чтобы сегодня провести такие же мероприятия у Молдова газ, как вы провели в Генеральной прокуратуре. Друзья, я сказал все, что я хотел сказать. Самое главное, не паникуйте. Мы выживем. У нас есть хорошие соседи, мы не пропадем. Но на колени не надо становиться. И не надо нас запугивать. Два слова о... Вспомнил, чтобы не забыть. Два слова о вечном огне на мемориале. Послушайте, если критическая ситуация создалась, что такое вечный огонь, горит газ, горит газ на мемориале, воинском мемориале. Я считаю, что прошли те времена и хватит выкидывать газ круглые сутки на ветер. У нас есть памятник. В мировом сообществе есть огромное количество примеров, где... Что-то у меня тут... Ага, все включилось. Огромное количество примеров, где стоят памятники. За ними ухаживают. Но не обязательно сегодня выбрасывать газ, просто сжигать его ради какого-то, там, я не знаю, какой-то идеи. Я считаю, что нужно прекратить. Можно просто поставить красивые, какое-то там архитектурное строение. И этого достаточно. А газ нужно экономить, а не сжигать напрасно. Это моя точка зрения. Я уверен, что меня многие в этом поддерживают. Хватит этой пропаганды коммунистической. Вечный огонь, вечный огонь и вечный огонь. У нас стоят памятники. Этого достаточно. Друзья, всем желаю удачи. Я сказал собственное мнение. Всем здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok